И даже если вы купили книгу кулинарных рецептов, даже если вы выучили ее наизусть и каждый день, каждый день вы открываете новую страницу и готовите новое блюдо, новую еду, это может не помочь. Он все равно скажет, что еда не тембоком приготовлена, что котлета не так пожарена, что яичница не того цвета, что брокколи это вообще не капуста, а пить зеленый чай невозможно. Ну, какой тогда смысл выворачиваться наизнанку и делать все то, что в любом случае все равно не принесет никакого результата? Остановитесь. Приходите ко мне, я расскажу вам, как поступить в данной ситуации. Зачастую некоторые пытаются разобраться в этих достаточно сложных семейных спорах, семейных правоотношениях, вопросах и теоретических вопросах семьи и брака с помощью книг. Приобретаю самые различные книги, не буду показывать обложку, самые различные книги на 225 листа. Изучают их и учат чуть ли не наизусть, но это в любом случае не принесет никакого положительного результата. Потому что все то, что написано в книгах, это общие, теоретические вопросы для, скажем так, общего развития. Ну просто, чтобы вы понимали, что если вам нужно выстагать брак, а у вас есть несовершеннолетний ребенок, то вам необходимо обратиться в суд. Вот, для того, чтобы понимать вот этот вопрос, да, действительно можно почитать книгу. А некоторые идут дальше. Начинают изучать интернет. Пытаются разобраться в семейных спорах с помощью интернет-форумов, сайтов, интернет-консультаций. Я вам отвечу так, да, это может принести пользу. Но, опять-таки, вы должны понимать одну вещь, и вы постоянно должны держать ее у себя в голове. Ваша ситуация конкретная. Никакие ответы на вопросы, никакие примеры из судебной практики не могут быть применены к вам. Потому что в вашей ситуации, еще раз повторяю, в каждой семье есть свои особенности. В каждой семье есть свои нюансы. В любом споре есть своя индивидуальная конкретика. И вот на эти конкретные вопросы, да, по поводу этих нюансов, вам может ответить только лишь адвокат, который достаточно долгое время ведет и занимается семейными спорами. Я работаю с 92-го года, никакие другие дела, кроме имущественных споров я не веду, кроме семейных правоотношений. Ни в какое области права я не специализируюсь. В этом я всегда отвечу на ваши конкретные вопросы с учетом вашей конкретной ситуации. Я, адвокат Сафроненко, обязательно помогу вам. Я заботюсь о вас. Я сопереживаю вам. Я знаю ваши права. И я отстаиваю ваши интересы в суде. Приходите.